приветствую вас на первом циничном канале и прям с утра еще одна новость друзья можете посмотреть курс доллара он просто пошел космическими темпами вверх ну точнее это не курс доллара пошел это рубль проваливается космическими темпами вниз уже 103 рубля за доллар и собственно пока что не останавливается рост кривая растет много раз уже было что рубль проваливался был он и значительно больше 100 рублей но давайте подумаем какое отличие сейчас все-таки во первых раньше вот эти скачки они были довольно резкие то есть 60 потом раз там быстро растет чуть ли не до 100 рублей ну есть шансы что откатится сейчас 100 рублей курс доллара это все таки уже ну довольно таки планомерно набранная высота и вот сейчас он там где-то с 99 до 103 поднялся то есть шанс что он откатится сильно ниже 100 вряд ли вот а вот куда он поднимется это большой вопрос и самое интересное что может быть случайность может быть не случайность может быть стечение факторов может быть нет сколько вчера было угроз всему миру и первый результат этих и этих угроз но опять же если это связано рубль проваливается то есть очень интересно вчера россия просто ликовала в полном составе по поводу ракеты которую пустили межконтинентальную сначала там началось с того что захаровой на брифинг кто-то позвонил и сказал что на брифинге про мбр лучше не говорить че вы ржете мбр это межконтинентальная баллистическая ракета вы о чем подумали развратники старые елки-палки так вот захаровой до позвонили и сказали про мбр не надо тем более на брифинге так вот дальше путин угрожал этими ракетами но мбрами собственно всему коллективному западу и вот сейчас как бы с российской валютой вот такая шляпа происходит знаете друзья какие выводы я понимаю что реальный курс сейчас он рублей 300 за доллару его сдерживают и в какой-то момент сдерживать его перестанут российская экономика осыпется и любой даже не только живущий в россии там глубинарий он это на себе почувствует глубинария не вообще народ веселый им когда чего-то они смотрят про курсы они нам пофигу там на ваши баксы мы живем в рублях я много раз уже многим говорил что так вы то да вам и не положено в человеческой валюте жить но ваши пастухи они живут все-таки в долларах у них семьи на западе в штатах в европе в недружественных странах и они как раз живут в евро и в долларах и чтобы у них евро и долларов было как минимум не меньше а желательно побольше вас скотов они будут стричь намного жестче а то что у вас стричь будут в рублях да это понятно вам в принципе отдельная валюта положено вы в талонах там в 90-е годы жили талон на отоваривание в каком магазине где там два вида три вида продуктов есть и те просрочены вот зачем вам какая-то валюта человеческих стран вот но тем не менее они уверены что раз у них долларов нету то их курс доллара не касается вот но на то они глубинарии так вот скорее всего просадка пойдет дальше рубля и тут как бы да все потеряют потеряют даже те кто уехал потому что у многих доходы рублевые либо частично рублевые и соответственно в нормальных странах где они живут эти рубли ну блин будут фантиками все потеряют но это же дает надежду все-таки советский союз распался не военным путем сейчас все там ну адекватные люди ждут что а вдруг а вдруг будет какое-то улучшение вдруг все таки вот это вот чертовщина которая там полностью власть захватила в россии каким-то образом провалится советский союз тоже был не сахар и распался он не военным путем упали цены на нефть там реально упали либо их уронили искусственно но тем не менее деление союза началось не в результате какой-то лютой агрессии агрессии ну не агрессия именно горячие точки они возникли как раз после разделения союза на территории союза там в некоторых местах поэтому после если таковое случится разделение россии тоже может быть они там глотки друг другу рвать будут а почему нет для внешней агрессии как сейчас против украины у них уже не будет ресурса у распавшихся а вот это злоба дьявольская злоба который сейчас там от мала до велика всех пронизывает ее же надо будет куда-то выпускать ну грызть глотки друг другу поэтому скорее всего будет криминал горячие точки короче говоря друзья я к чему это все говорю мы сейчас все потеряем даже те кто адекватно те кто вопреки скажем так сохранил рассудок не благодаря вопреки россии но нет худа без добра все-таки и надежда в этом обвале тоже некоторые есть и даже если сейчас все станет реально бак станет по 300 400 рублей да это будет конечно экономически трудно понимаете за это заплатят все за эту войну заплатят все за развязанную и даже те кто не имел к ней отношения но разница все-таки будет кто-то заплатит деньгами кто-то может быть статусом кто-то может быть и жизнью заплатит поэтому знаете есть такая еврейская поговорка оптимистичная когда что-то происходит евреи говорят хорошо что бог взял деньгами вот люди которые все-таки отношения не имеют заплатят меньше чем те которые имеют с них может быть возьмут деньгами с нас со всех как минимум возьмут деньгами тут главное чтобы не взяли больше а вот здесь уже в зависимости от отношения ко всему этому безумию вот друзья такие соображения следим что будет с баксом я думаю что сегодня он может очень сильно опять же это не бакс это рубль очень сильно провалиться 103 рубля за доллар вот только что посмотрел курс 103 рубля 51 копейка уже друзья несколько секунд но начал ролик записывать 103 51 сейчас обновил 103 74 он уходит в космос так давайте евро посмотрим так евро к рублю 10607 но евро кстати почти сравнялся с баксом будем смотреть что дальше но я думаю что короче отнеситесь к этому философски я думаю что в ближайшее время мы все потеряем но это же дает надежду и еще один момент когда жирный сохнет худой дохнет те люди которые более-менее хотя бы настроились на дистант уехали в нормальные страны какие-то возможности уже в этих странах получили да вы тоже просядете но все-таки то что будет с глубина риме делаться я понимаю что они будут улюлюкать до конца они будут уже друг друга есть и говорит мы великая там страна но то что будет делаться с ними вам не снилось поэтому ну хотя бы так такие соображения что они такие доходы а а а а Продолжение следует...